МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире тележурнал «Кузбасский ковчег». С вами я, его ведущая Юлия Ланская. Смотрите сегодня в программе. Священная война. Роль русской циркви Великой Отечественной и специальной военной операции обсудили в правительстве Кузбасса. Сохраняя жизнь, фонд родные святыни и казанский приход в школьном отправили гуманитарную помощь бойцам СВО. И так она звалась Татьяна. В честь покровительницы российского студенчества в музыкальном театре «Кузбасса» имени Боброва прошел традиционный зимний бал. Восьмидесятую годовщину разгрома советскими войсками немецких захватчиков в Сталинградской битве, отмечала наша страна 2 февраля. Этой знаменательной дате было посвящено аппаратное совещание в правительстве Кузбасса. В том числе обсудили роль русской православной церкви в Великой Отечественной войне и в специальной военной операции, которая проводится сегодня. Когда наступил тяжелый период испытаний, началась Великая Отечественная война, многие пересмотрели свое отношение. Пересмотрели свое отношение к религии, к Богу. У людей всегда это было внутри, в глубине души. Но и государство кардинально изменило свое отношение. Сегодня я попросил выступить с докладом нашего владыку Аристарха о русской православной церкви в период Великой Отечественной войны и в период СВО. В начале выступления губернатор отметил годовщину, которую несколько дней назад встретила вся наша страна, в том числе и русская православная церковь. Его святейшество, патриарх Московский и Сея Руси Кирилл, в день 80-летия вспоминания подвига наших бойцов в этом сражении, обратился с поздравлением к православным христианам и ко всем гражданам Великой России. Мы с вами также знаем исторически, что наш регион был образован 80 лет назад, в том огненном, тяжелом 1943 году. 30 лет назад была образована Кемеровская епархия. Его святейшество в день прославления Своей Великой Ученицы Варвары, когда мы по его благословению совершали божественную литургию в Храме Христа Спасителя, дал нам высокое поручение. Я хочу вручить награду губернатору Кузбасса. И я прошу сейчас исполнить эту высокую миссию и благословение представителей Русской Православной Церкви. Указ Патриарха Московского Сеаруси Кирилла «Во внимании к трудам на благо Церкви и Отечества наградить Патриаршем знаком Святой Великомученицы Варвары Первой степени Цивилева Сергея Евгеньевича, губернатора Кемеровской области Кузбасса». Наш выступление будет касаться двух тем. Первая – это Русская Православная Церковь и Великая Отечественная война. И вторая тема – это участие Русской Православной Церкви Кузбасса в специальной военной операции. Вы знаете, что 22 июня 1941 года, в воскресенье, началась Великая Отечественная война. По календарю это был праздник в честь всех святых в земле российской просиявших. И вот как надругательство над нашей верой, когда наши деды и прадеды в этот воскресный день пришли в храм совершать богослужение, участвовать в нем, на их головы, на головы мирных жителей посыпались бомбой. Были разрушены храмы, города, погибло огромное количество мирных жителей. Первый же день Великой Отечественной войны – 22 июня. Патриарший местоблюститель, тогда митрополит Сергий Старгородский, собственноручно написал, а затем и напечатал послание пастырям и посомам Христовой Православной Церкви. В этом обращении он призвал русский народ встать на защиту Отечества. История свидетельствует, что только через 10 дней после начала войны прозвучало, как известно, сталинское подобное обращение к гражданам Советского Союза. Митрополит Ленинградский Алексей Семанский, впоследствии патриарх московский ИСИА Руси, он весь период блокады провел с жителями города. Несколько раз, когда была бомбардировка города, в его место жительства влетали осколки снарядов. Они хранятся сейчас в Московской Духовной Академии в специальном музее. В своем архипастерском обращении в Ленинграде он писал следующее. «Победа достигается силой не одного оружия, а силой всеобщего подъема и могучей веры в победу, упованием на Бога, венчающего торжеством оружие победы». Кроме того, в стране православных храмах служились молебны о даровании победы. На приходах организован был сбор средств на нужды обороны, на подарки бойцам, на содержание раненых в госпиталях для сирот, для детских домов. Церковь в период Великой Отечественной войны оказывала милосердную помощь нуждающимся гражданам. Кроме денег верующие собирали также теплые вещи для солдат, валенки, рукавицы, телогрейки. После жесточайших гонений даже атеистическая советская власть на изломе войны была вынуждена признать великий вклад Русской Православной Церкви в грядущую победу. В этом, конечно, заслуга иерархов, монашествующих и мирян. 4 сентября митрополиты Сергий, патриарший местополюститель Алексий Ленинградский и Николай Московский-Крутицкий были приглашены в Кремль для встречи с председателем Совнаркома Иосифом Сталином. Беседа состоялась, в которой принял участие заместитель главы правительства Молотов. Беседу начал Молотов. Он сказал, что правительство хочет знать нужды церкви. Митрополит указал на необходимость широкого открытия храмов, количество которых совершенно не удовлетворяет религиозные потребности народа. Он также заявил о необходимости Созова собора и выбора патриарха. Наконец, он заявил о необходимости широкого открытия духовных заведений, так как у церкви отсутствуют кадры священнослужителей. Вот когда эта фраза прозвучала, Иосиф Сталин спросил у митрополита Сергия, а почему в церкви не хватает священнослужителей. Будущему патриарху было трудно ответить в лоб, потому что они все были расстреляны и находились в гулагах. Он сказал по-другому. Он сказал, Иосиф Виссарионович, семинарии готовят священнослужителей, а они становятся генералиссимусами. Сталин, как известно, окончил библийскую семинарию. Это очень понравилось Сталину, и он сам, уже нарушая протокол после встречи, проводил священнослужителей до автомашины. После этой встречи через 4 дня состоялся действительно собор, и был избран патриарх Московский и всея Руси. Им стал Сергий. Великая Отечественная война стала тяжелейшим испытанием для нашего народа. Но стремление к победе объединило народ, побудило вспомнить о Боге и православных духовных корнях. И милосердие Господне привело нас к победе в святые пасхальные дни, когда торжествуется главная победа – победа Христа над смертью. С самого начала Великая Отечественная война стала именоваться войной священной, то есть войной за правду. А потому и воинство наше, пусть и не было в нем священников, и не творилась там общая молитва, хотя личная частная молитва совершалась почти каждым воином, смело может именоваться воинством Христолюбивым. Ведь мы сражались за правду, за Родину, за землю свою, за народ против коварного и жестокого врага. Теперь позвольте вашему вниманию сказать несколько слов о деятельности Кузбасской митрополии в период проведения специальной военной операции, но также и Русской Православной Церкви. С февраля 2022 года Русская Православная Церковь за каждым богослужением возносит во всех храмах молитву о воинах и о даровании победы Отечеству. Организует оказание помощи беженцам и пострадавшим мирным жителям в зоне конфликта. По благословению свящего патриарха Кирилла материальные и гуманитарные пожертвования собирались на всех приходах и монастырях Русской Православной Церкви. За время проведения специальной военной операции на территории Украины Русская Православная Церковь собрала по состоянию на сегодняшний день 2700 тонн гуманитарной помощи. Объем финансовой помощи, собранный в епархиях на территориях России, составляет на 15 декабря прошедшего года свыше 463 миллионов рублей. Обеспечен был максимальный доступ к информации по оперативному получению необходимой помощи. На круглосуточную горячую линию церковной социальной помощи и милосердия в среднем за месяц поступает около тысячи звонков по вопросу беженцев. В июле прошедшего года Церковь запустила специальный сайт в поддержку беженцев. Он дает возможность узнать, где и какую помощь можно получить беженцам, а также как ее оказать. Почти 100 православных священнослужителей находятся одновременно в зоне специальной военной операции России на Украине и Донбассе и совершают там свое пастырское служение среди военнослужащих. К сожалению, имеются среди священников и боевые потери. Шестеро священнослужителей погибло по состоянию на начало февраля при исполнении пастырского докла. Партерей Олег Артемов погиб 24 марта, Ирей Анатолий Кригорьев погиб 9 сентября, Партерей Ефимий Козловцев погиб 25 сентября, Партерей Михаил Васильев погиб 6 ноября, Ирей Александр Цыганов 21 ноября, ну и последний, Иерман Агмаскин-Волин погиб 23 января 23 года. Организована работа по оказанию всех видов помощи мобилизованным воинам и членам их семей, а также беженцам и пострадавшим мирным жителям Донбасса. Молитвенная поддержка, духовные наставления, материальная, гуманитарная, бытовая помощь. В каждом благочине Кемеровской епархии и митрополии определены священнослужители, духовники, ответственные за оказание психологической помощи мобилизованным воинам и членам их семей. По окончании службы проводятся духовные беседы с семьями мобилизованных в индивидуальном порядке. Также на приходах создаются группы взаимопомощи, в том числе и в электронном виде. Это закрытые чаты для членов семей участников СВО. На всех приходах собираются списки имен мобилизованных жителей соответствующих населенных пунктов Кузбасской митрополии, за которых возносится молитва за каждой литургии. Все приходы Кузбасской митрополии участвуют в безвозмездном совершении таинств и треб для участников специальной военной операции и членов их семей. Перед отправкой мобилизованных в места дислокации священнослужители совершают молебны, сопровождая их напутственными словами на прохождение воинского служения, раздавая молитвословы, надельные крестики и иконы. Совершают по запросу таинства, исповеди и крещения. Ну и в завершение нам хотелось бы сказать и указать на следующее, о чем несколько дней назад в проповеди указал представитель Русской Православной Церкви. Я зацитирую его слова. Сегодня мы столкнулись с величайшей опасностью. Западный мир оболчился на нас. Почему? А потому что мы альтернатива. Причем альтернатива очень привлекательная. Россия стала светочем для мира. Люди видят в Россию страну, которая является пример верности традиционным ценностям. Таким как семья, чувство долга, патриотизм. За нами правда. И правда это основывается на мировоззрении народа. Не на каком-то философском мировоззрении, а на том, что чувствуют настоящие патриоты в любой стране. В России, в Германии, в Франции, везде. Люди чувствуют естественную необходимость оберегать свою страну, заботиться о своем государстве. И в этом смысле Россия едва ли не единственная страна в мире. Это реальная альтернатива абсолютно тупиковому развитию западной цивилизации. Сегодня мы действительно впереди со своими идеями, со своими целеполаганиями, со своей верой, со своим патриотизмом. И церковь, и все те, кто оказывает и может оказывать влияние на наше общество, должны сделать все, чтобы Россия победила. Заявил святейший патриарх. Благодарю за внимание. Благодарю за внимание. Божественной литургией в престольный день храма новомучников и исповедников Русской Церкви митрополит Кемеровский Прокопьевский Аристарх благословил автомобиль и гуманитарный груз, который направится военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации в зону проведения специальной военной операции. Сотрудники общества «Родные святыни» и прихожане храма Казанской иконы Божьей Матери поселка Школьный собрали для наших бойцов продукты, теплую одежду и медикаменты. А также бойцы русской армии получат подготовленный для экспедиционных целей автомобиль Toyota Land Cruiser. Автомобиль полностью подготовлен, несмотря на то, что производство он там 95-го года, но 4 года в свое время его собирали под экспедиционные задачи нашего общества. На 95% состояние нового автомобиля. Приход Казанской иконы Божьей Матери поселка Школьный Прокопьевского района. Их силами был собран комплект, который загрузили в машину. Там различные необходимые для фронта вещи, окопные свечи, нательное белье, медикаменты, ну и прочие вещи, которые могут быть необходимыми. Продукты питания тоже есть. Это уже не первая помощь нашим бойцам в зоне СВО и не последняя. Сейчас готовится для ребят, которые несут служение на реке Днепр разведчики, готовится отправка катера. Плюс к тому моменту, как он будет готов к отправке, это скорее всего конец февраля, начало марта, все, что сможем параллельно насобирать силами наших единомышленников, будем тоже догружать и отправлять. Любая поддержка. Будь то письма от школьника с теплыми пожеланиями о скорейшем возвращении домой. Или носки, связанные бабушкой в далекой сибирской деревне. И даже баночка с медом, собранная заботливым пасечником, важна. Это нужно делать, потому что тот конфликт, который сейчас происходит, в котором участвует наша страна, наши ребята, он не может быть для нас всех каким-то там отдельным событием, которое где-то происходит. И когда-то там быстрее бы закончилось, и мы бы не имели к этому там никакого отношения. Каждый элемент, который туда предоставляется, неважно кем, это элемент, который сохранит так или иначе чью-то жизнь. Платье в пол и кружится в вальсе с кавалером. Какая девушка не мечтает очутиться на балу? В атмосферу XVIII века окунулись все, кто побывал в музыкальном театре имени Боброва 29 января. Организовали зимний бал «Татьянин день», отдел по делам молодежи Кемеровской епархии и студия исторического танца «Корельон». Изначально это была идея отца Сергея Семикова. Он был тогда руководителем молодежного отдела Кемеровской епархии. И он привез эту идею из Санкт-Петербурга. Изначально создалась студия, а потом мы стали организовывать балы. Людям очень интересно, потому что это необычно в наше время. Сейчас в основном какие-то вечеринки, дискотеки или просто какие-то посетелки, вечера. А балы – это очень оригинально, хоть и давно забытое старое. Кадриль, полька, полонессы, конечно же, вальс сменяли собой друг друга. А в антрактах между танцами для гостей выступали настоятель Кемеровского храма в честь святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских. Протеерей – Роман Хлебедько и концертмейстер Галина Просолова с вокальными номерами под гитару. Кроме танцев, гостей и участников бала ждали настольные игры, угощения и фотосессии. Татьянин день – праздник, почитающий мученицу Татьяну, отдавшую жизнь за веру во Христа. Имя Татьяны в переводе с древнегреческого языка означает «устроительница, учредительница». В день памяти святой мученицы Татьяны императрица Елизавета Петровна в 1755 году подписала указ об открытии Московского университета. Эта дата и стала Днём студентов. Также в этот день свои именины отмечают все женщины, носящие имя Татьяна. В завершении праздника организаторам и самым активным участникам вручили благодарственные письма. Уважаемые телезрители, нам очень важно знать ваше мнение. Оставляйте свои предложения и комментарии по адресу или телефону, которые вы видите сейчас на своих экранах. На этом я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова